Дорогие подписчики и зрители канала, специально для вас в Телеграме был создан канал о технике с консервацией хранения. Мы публикуем актуальную информацию и объявления о продаже техники. Подписывайтесь на наш канал. Ссылку я оставил в описании и закрепленном комментарии. Я надеюсь, что вы не забыли и помните, как выглядит КРАЗ-256Б1. На всякий случай молодому поколению напомню, что это советский тяжелый карьерный самосвал, выпускавшийся Кременчугским автообильным заводом. Машину собирали серийно с мая 1966 по январь 1994 год. На модификацию B1 устанавливали 12-тонный самосвал и предпусковой подогреватель. Я уверен, что вы мне не поверите, если я вам скажу, что этот красивый сидельный тягач, который вы сейчас видите и есть в прошлом КРАЗ-256Б1. Это также подтверждает официальная база – грузовик 1985 года выпуска с установленным дизельным двигателем на 240 лошадиных сил. Согласитесь, тот самый карьерный самосвал уже совсем не узнать. КРАЗ очень сильно модернизирован и похож на старый американский сидельный тягач годов 80-90-х. Машина была переделана относительно давно – в самом начале 2000-х годов. Раньше узаконить и поставить на учет было куда легче, чем сейчас. В американских тягачах я, если честно, не особо разбираюсь, так что помогайте в комментариях. Но корни – кабина, спальник, баки, капот и оперения – здесь именно от американца. Территориально переделанный грузовик работал, не исключено, что даже сейчас работает на Урале. Это Свердловская и Тюменская область. КРАЗ выглядит очень здорово. Несмотря на то, что от Кременчугского грузовика осталось совсем немного, но по документам машина остается быть прежней. А как вам такой КРАЗ под американца? Согласитесь, даже из старой советской техники можно сделать настоящую конфетку. Пускай он не дотягивает до настоящих американцев или европейцев, все равно мог он в свое время дать фору множеству конкурентов. Не забывайте делиться своим мнением, впечатлениями в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok